Добрая весть о пророке, да благословит его Аллах и приветствует, в предшествующих книгах. Вопрос. Несколько мусульман сообщили мне, что Мухаммад и Аиса, и Иисус, великие пророки. Они сообщили, что в Евангелии упоминания о Мухаммаде отсутствует, так как он родился после записывания Евангелия. Хорошо, Аиса, Иисус, родился после записывания Торы, Ветхого Завета. Но, несмотря на это, там есть более 600 указаний и сообщений о нем. Все они сбылись в отношении Иисуса. Однако указаний о Мухаммаде нет ни в одной предшествующей священной книге. Как же тогда Ииса и Мухаммад могут быть равными? Ответ. Хвала Аллаху. Вся хвала Аллаху. Существует две вероятности. Или тот, кто сказал вам подобное, невежественен в этом вопросе, и его слова не принимаются в расчет. Или его утверждение есть ложь и клевета. Мы, мусульмане, хорошо знаем эти благородные аяты, в которых Всевышний Аллах говорит, которые последуют за посланником, неграмотным пророком, запись о котором они найдут в Торе и в Евангелии. Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное. Объявит дозволенным благое и запрещенным скверное. Освободит их от бремени и оков. Те, которые уверуют в него, станут почитать его и окажут ему поддержку, и последуют за неспосланным вместе с ним светом, непременно преуспеют. Сура Аль-Араф, аят 157. Ибн Касирда, помилует его Всевышний Аллах, в толковании этого аята сказал, который последует за посланником, неграмотным пророком, запись о котором они найдут в Торе и Евангелии. Это описание Мухаммада, салли Аллаху алейхи вассалям, есть в книгах предыдущих пророков. Они возвестили свои общины о его миссии и велели им следовать за ним. Эти описания до сих пор находятся в их книгах, и они известны их ученым мужам и первосвященникам. Передал имам Ахмад, что Исмаил передал от Аль-Джарири, а тот от Абу Сахра Аль-Укайли, что какой-то бедуин сказал, «Как-то, когда посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, был еще жив, я привез в Медину товар. Когда я закончил свою торговлю, то сказал себе, я непременно встречусь с этим мужчиной и послушаю его. Я встретил его идущим рядом с Абу Бакром и Омаром и последовал за ними, пока они не пришли к Иудею, который открыл Тору и читал ее. Он утешал себя этим, так как его сын, красивейший из юношей и лучший из них, был при смерти. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, «Заклинаю тебя тем, кто не спасал Тору, ответь мне, находишь ли ты в своей книге мое описание и весть о моем появлении?» Он сделал знак головой, говоря «Нет». Тогда его сын сказал, «Клянусь тем, кто не спасал Тору, мы находим в своей книге описание о тебе и весть о твоем появлении. И поистине я свидетельствую, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха, и что ты посланник Аллаха». После этого посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, «Уведите Иудея от вашего брата». А затем он взял на себя заворачивание умершего в Саван и молитву за него. Это хороший и сильный хадис. Атай ибн Ясар сказал, «Я встретил Абдуллаха ибн Амра и попросил его, сообщи мне описание посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, упомянутое в Торе». Он ответил, «Да, клянусь Аллахом». Он описан в Торе, в Ветхом Завете, так, как описан в Коране. «О пророк, мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, и защищающим неграмотных. Ты мой раб и посланник, имя твое уповающий, он вежлив и не груб. Аллах не заберет его душу, пока не закончит через него доведение религии единобожия. И люди скажут, нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. И пока он не раскроет через него, то есть посланника, черствые сердца, глухие уши и слепые глаза. Затем я встретил Кааба, мусульманина, который прежде был из людей Писания, и спросил его об этом. И он пересказал мне то же самое, не противоречя даже в букве». Аль-Бухари в Сахихе передал от Ата ибн Ясара, что тот сказал, «Как-то я встретил Абдуллаха ибн Амра ибн Аль-Аса, да будет доволен им Аллах, и сказал ему, «Сообщи мне описание посланника Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, в Торе». Он ответил, «Да, клянусь Аллахом». Он описан в Торе, в Ветхом Завете, некоторыми атрибутами, которыми описан в Коране. «О пророк, мы отправили Тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, и защищающим неграмотных. Ты мой раб и посланник, я назвал Тебя уповающим. Он вежлив, не груб, не кричит на рынках и не отвечает злом на зло, а прощает и извиняет. Аллах не заберет его душу, пока не закончит через него доведение религии единобожия, и пока люди не скажут, нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. И пока он не раскроет через нее, то есть религию, черствые сердца, глухие уши и слепые глаза». Хадис передал Аль-Бухари под номером 2125. Какого бы пророка не послал Аллах, он обязательно взял с него завет, договор, что если Мухаммад салиллаху алейхи вассалям появится в его время, то он последует за ним. В суре Алю-Имран, которую какой бы христианин не изучил с открытым искренним сердцем, то обязательно становился мусульманином, Всевышний Аллах сказал, «Вот Аллах взял завет с пророков. «Я дарю вас из Писания и мудрости. Если же после этого к вам явится посланник, подтверждающий истинность того, что есть у вас, то вы непременно уверуете в него и поможете ему». Он сказал, «Согласны ли вы и принимаете ли мой завет?» Они ответили, «Мы согласны». Он сказал, «Будьте же свидетелями, и я буду свидетельствовать вместе с вами». Сура Алю-Имран, аят 81. Аль-Куртуби, да помилует его Всевышний Аллах, в толковании этого аята сказал, «Было сказано, что Всевышний Аллах взял с пророков завет о том, что они станут подтверждать друг друга и повелевать уверовать друг в друга. В этом и заключается смысл помощи». В подтверждении. Тауз сказал, «Аллах взял завет с каждого предыдущего пророка, что он уверует в то, с чем пришел другой». По словам Али и Ибн Аббаса, да будет доволен имя Аллах, посланник, упоминающийся в аяте, это Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах взял завет со всех пророков, что они уверуют в Мухаммада, алейхиссалям, и станут помогать ему, если доживут до этого времени. И он велел взять им подобный завет из их общин. Если же вы хотите узнать о некоторых указаниях на миссию пророка, саляллаху, алейхи вассалям, в Евангелии после его изменения, то мы направляем вас к книге Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, в священных книгах, или книге «Что говорит Библия о Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует», принадлежащем Перу Ахмада Дидата. Просим Аллаха прямого пути для вас.